здравствуйте с вами вновь александр и наступили холода и и уже на носу зима и из-за этого я хочу рассказать вам о коляске на мой взгляд очень хорошо подходящий знаете на такая всесезонка но для зимы она очень хорошо подходит это коляска от компании espira модель называется magic pro сегодня я вам покажу что она из себя представляет что у нее ходит комплектацию так что давайте изучим и с вами вместе и и и и и и и и и Вот это интересная коляска от компании Spira В двух словах быстрая в технических характеристиках Коляска для детей с 6 месяцев до ориентировочно 3-4 лет В зависимости как быстро у вас ребенок набирает вес Поэтому при покупке это учтите, она не с рождением Начнем мы с вами изучать ее сверху вниз, как обычно И начнем с ручки Что из тебя представляет здесь ручка? Ручка в этой коляске цельная, нераздельная У нее нет возможности регулировки по наклону, по высоте Оббивка здесь прорезиненная В большинстве колясок есть эта оббивка И хват достаточно удобный Достаточно ручка толстая и держать удобно Так, козырек Козырек у нас в этой коляске достаточно большой Сейчас он в обычном положении И даже в обычном положении, если смотреть сверху Он накрывает ребенка до бампера включительно Если покажется вдруг мало, есть возможность расширить Делается это очень просто Открываем Все, добавляется у нас здесь третья секция И благодаря этому мы увеличиваем козырек В принципе, аж до ног ребенка Это очень удобно Также есть здесь смотровое окошечко Которое с пленки А сверху набита сеточка темная Чтобы солнце не припекало Очень удобно Так, это что касается козырька Теперь давайте рассмотрим сидение Сидение здесь, что мне очень понравилось То, что сидение здесь высокое На мой взгляд, чем выше сидение, тем удобнее будет ребенку И в максимально поднятом положении Спинка, она имеет очень удобный угол для ребенка Она не завалена назад И поэтому ребенок будет нормально сидеть Когда будет бодрствовать Кстати, что касается регулировки той же самой спинки Здесь установлена система ремней Опускаем с помощью кнопочек Все, кстати, здесь вы видите Кармашек на задней стенке Для мелочевки тоже удобно Вот угол В принципе, достаточно нормально Здесь можно расположиться ребенку и отдыхать Поднимается тоже все просто Ремешками тянем Все, подняли наверх Все, в принципе, достаточно просто В комплектацию здесь входит съемный матрасик Который попадает как раз-таки под попу ребенка и спинку Это если вдруг захотите ребенку сделать покомфортнее, помягче Можно будет его одеть Он легко снимается Дальше, что касается безопасности Здесь установлена классическая система Пятиточками ремня С мягкой накладки на плечевую зону В паховой зоне здесь сама ткань и так мягкая Такое решение интересное И бампер обитый тоже этой же мягкой тканью Что здесь необычно сделано Так это система регулировки подножки Вот вы видите, здесь такая петелька Она обычно спрятана вот здесь в кармашке И вот так вот выглядит подножка Вдруг, если вы захотели поднять Здесь нету по бокам никаких кнопочек Ничего Нужно ее достать, петельку с кармана Здесь липучки И оббиваем вокруг бампера Все, тем самым вот у нас держится подножка Это удобно, когда вы сняли отсюда вообще ремни И будет ребенок взяться только за бампер Он отсюда не выскользнет Потому что ножки будут у него вот здесь А здесь будет перегородочка На мой взгляд, интересное решение Все, убираем обратненько Все, выглядит это так Что касается ткани Ткань здесь Мне нравятся такие ткани Потому что они тактильно не раздражают Они очень прочные ткани Легко чистятся Практичные очень Ткань И выглядит хорошо Здесь ткань одинаково используется По всей поверхности Кроме вот подушечки Что здесь для зимы мне понравилось Так это вот В комплектацию входит вот такая вот накидка на ножки Все бегают, покупают их отдельно Здесь она большая Удобная Входит в комплектацию Крепится она с помощью липучек Липучек Здесь по краям Снизу есть липучки Они продеваются здесь снизу за раму И крепят ее А сверху Крепится все Обычными ремешками С кнопками Сейчас я покажу вам Как это сверху крепится Держится Так, щелчок Вот, ну и снизу соответственно на липучках подвязывается И держится плотненько Вот смотрите, как высоко располагается Накидка на ножки Плюс накрыли Все Снег пошел Еще что-то Ребенка это никак не будет касаться Это вот что я говорю по поводу подготовки к зиме Это один из моментов Убираем пока в сторонку Смотрим дальше Также здесь, кстати, есть еще подножка на самом шасси Здесь тканься резиновая Чиститься будет легко Дальше Что касается шасси Шасси алюминиевое, металлическое И достаточно легкая вся конструкция Учитывая ее размеры, конечно же Весит коляска 9,7 килограмм Имейте в виду А что мне понравилось в этом шасси Здесь, как вы видите, конструкция не совсем обычная Она как такая вот Складушечка И благодаря всей этой конструкции И дополнительно установленным амортизатором Всем покажу У коляски очень хорошая плавность хода Вот вы видите, как она мягенько себя ведет Здесь вот установлены амортизаторы И спереди также установлены амортизаторы Кружины Вот, давим Благодаря этому Все-таки зимой же поверхность не очень хорошая Наледи, еще что-то И лучше, чтобы была коляска с амортизацией Здесь с этим все в порядке Это также достигается Проходимость достигается еще хорошая Благодаря колесам большого диаметра Они не резиновые Здесь полиуретан Это, если бы стояли бы Здесь надувные колеса Была бы коляска еще мягче Но есть вероятность прокола Здесь такой болезни нет Дайте и плюс, и минус Так, это что касается шасси Теперь перейдем плавненько К багажному отделению Оно здесь есть Но оно здесь маленькое Как вы видите, оно реально Ну, не знаю На мой взгляд, его бы не хватило Лично из своего опыта вам говорю Всегда нужен багажник побольше Ну, в принципе, он глубокий Но вот объемное что-то туда не положить Какую-то мелочевку, в принципе, можно Вот В принципе, технические характеристики Все моменты я вам рассказал Подведу итоги Это коляска из сегмента недорогих колясок Она стоит на сегодняшний день Сейчас у нас получается Ноябрь 2016 года Она стоит там в районе Плюс-минус 15 тысяч Если память не изменяет И, на мой взгляд, это очень хорошая коляска За эти деньги, учитывая нынешний курс Хорошая цена И при этом, при всем Качество не пострадало На мой взгляд, с качеством здесь все в порядке Учитывая, что в комплектацию Также входит накидка Которая отдельно стоит Где-то 2,5 тысячи рублей В среднем Разных брендов Дешевле Я думаю, тяжелее будет найти Здесь уже все в комплектацию входит Поэтому, если ищите Круглогодичную коляску Хорошую Хорошо подготовленную на зиму Реально рекомендую Посмотрите И изучите Хочу в заключение Поблагодарить магазин Первая коляска За то, что предоставили ее нам Для обзора сегодня Спасибо большое Если для вас это видео Было полезным Интересным Ставьте, пожалуйста, лайки Подписывайтесь на канал Ну, а вам, собственно Правильного выбора И удачи!